Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Мы рады, что вы включили передачу «Фестиваль Манны». Мы находимся в магазине «Врата Иерусалима» в одной из гостиниц столицы Израиля. Мне нравится снимать в этом месте, потому что мне здесь всегда рады. Но съемки здесь весьма недешевы, а еще важно с величайшей осторожностью обращаться с изделиями и артефактами. Пособиями для иллюстрации послужат куски оливкового дерева. Мы откроем 11 главу послания к римлянам и поговорим о метафоре о деревьях, о тайне, раскрываемой апостолом Павлом в двух главах Священной Библии. Эти главы повествуют о Божьем народе, Израиле и его церкви, язычниках, о неевреях, привитых к завету нашего Творца Бога. Это впечатляющая тема. Но мы не будем читать всю главу, у нас не хватит времени на все 36 стихов. Во время учения я процитирую стихи, и у вас будет представление об оливковом дереве. Ну а теперь я покажу вам оливковое дерево. А вот прекрасное лицо Господа Иисуса. Сейчас, возлюбленные, посмотрите на чудесное волокно древесины. Текстура просто фантастическая. Вот разные волокна дерева. Дорогие мои друзья, на несколько минут я разверну произведение. Обратите внимание на красивую темную текстуру. Все вы знаете, кольца на срезе говорят о возрасте оливкового дерева. Пожалуйста, посмотрите, это отверстие сделал не человек. Полость появляется в стволе, когда дерево стареет. Уберем фигурки, чтобы увидеть внутреннюю часть ствола. Прекрасное волокно. К тому же стоит отметить то, что древесина олива очень крепкая и долговечная. Более того, весьма полезно знать, что в Священной Библии описывается 29 видов деревьев. 29 разновидностей деревьев. Я думал о некоторых из них утром, до того, как у нас началась съемка. Итак, Библия говорит о вассанских дубах, растущих в северной части, в районе голландских высот. Дубы обладают крепчайшей древесиной. Это дерево — символ патриарха в Библии. Авраама, Исаака и Иакова. В Псалтире, в книге хвалений, царь Давид сказал, «Праведник подобен пальме». Отличительной особенностью прибрежных пальм Святой Земли является то, что дерево не ломается во время шторма, во время бури. Итак, жители побережья Мексиканского залива не понаслышке знают, что такое ураган. Шторм, ветер пригибает пальмы к почве, но деревья настолько гибкие, что не ломаются. Примечательно, что в Библии пальмовая ветвь есть знак победы. В античную эпоху по окончании войны, когда воины одерживали победу, они срезали пальмовые ветви и махали ими во время парада. Мы видим это в книге Откровения. Множество святых пришли после великой скорби и машут пальмовыми ветвями, и поют песнь Господу. Инжир — это еще одно библейское дерево. Например, если мы раскроем Писание, то увидим в Старом Завете фиговое дерево, является символом государства Израиль. Иеремия назвал иудеев незрелым инжиром, а еще Библия говорит о горчичном дереве. На этом дереве растут прекрасные цветы, в которых есть семена. Кстати, зернышки горчицы — самые крохотные из всех существующих семян. В притче о горчичном зернышке Господь Иисус Христос сказал о том, что после сева из семени вырастает гигантское дерево. Там селятся птицы и вьют свои гнезда. В Библии много видов деревьев, среди которых есть и ива. В Писании ива является аллегорией великой скорби и слез горя. В одном из псалмов ива описывается, когда речь идет о вавилонских пленниках во времена Ветхого Завета. Здесь сказано, «У рек вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая землю и город Иерусалим». Вот примеры деревьев Библии. Ну а мы переходим к непростому для толкования стиху из Библии. Переходим к 11 главе «Послания к римлянам», где апостол Павел дает метафору о двух оливковых деревьях. Из послания к филипийцам мы помним, что святой апостол Павел был потомком Венианина и фарисеем. Если бы мы оказались в Иерусалиме во времена Павла, то увидели бы Оливковую или Елеонскую гору. Елеонская гора — одна из самых известных в Библии, потому что с нее вознесся на небеса Господь Иисус Христос в первой главе книги Деяний. В 14 главе книги Захарии есть слово о возвращении Господа на Елеонскую гору. Из Захарии мы прочли историю об исцелении воды, истекающей из Иерусалима. Друзья, оливковое дерево значимо для Писания, и Елеонская гора до сих пор знаменита своими маслинами. Маслины выращивают там, где есть редкие свободные земельные участки. Здесь до сих пор растут оливковые деревья. В Гефсиманском саду, расположенном у подножия Елеонской горы, растут маслины, самые старые, во всей Святой Земле. Массивные деревья с пустыми стволами, старожилы земли евреев. Предполагают, что корни этих деревьев возникли во времена Иисуса, когда Он молился в Гефсиманском саду. И вполне возможно, что это так. Маслина является вечно зеленым деревом. Есть один занимательный факт. Данные растения с твердым стволом живут одну тысячу лет и старее, а олива становится полой. Итак, драгоценные телезрители. У нас вырисовывается интересная картина. Проходит столетие, масличное дерево стареет, и оно дает отростки из нижней части ствола, которые укрепляют древнюю оливу и становятся частью дерева. Отростки формируют новую часть дерева. Другое — от стволя маслины. Удивительно то, что много лет назад, приехав на Святую Землю, передо мной открылась панорама Иерусалима, покрытого снегом. Определенные деревья умирают при холодной погоде. Тут бывают жаркие дни, до 43 градусов, и все зависит от того, в какой сезон года вы приехали. Оливковое дерево является морозоустойчивым и способно переносить страшную жару. Если память не изменяет мне, то перитурист очень и очень редко видел ветки масличных деревьев, где не было бы листьев. Возможно, маслина умерла или уже болела, будучи пораженной недугом оливковых деревьев. Но большая часть маслин вечно зеленая. Оливки горьковаты на вкус, и когда насекомые жаждут укусить, листочек то улетают с отвращением. Ты не найдешь букашку, нападающую на листики масличного дерева. Маслина необычна из-за силы и красоты. Масличное древо рождает оливки. До начала изучения 11 главы послания к римлянам, я поделюсь историей об этом дереве, чтобы мы поняли мысль пал. Смотря на оливковые плоды, мы понимаем, юные плоды зеленого цвета, а созрев становятся черными. Наступает сезон сбора масличных плодов. Важно отметить, дорогие мои, что для того, чтобы получилось масло, люди давят, так сказать, перемалывают плоды оливковых деревьев. Мы видели все стадии данного труда во время тура по Израилю. Экскурсовод провел нас к старым давиням. И когда ты кладешь горсть оливок под масляный пресс, перемешиваешь массу, то можно получить 4 отжима масличных плодов. Первый отжим оливкового масла, самый качественный. Если говорить о четвертом отжиме, то тут уже терять нечего. Интересный факт. Оливковое масло первого отжима с маслин, снятых с деревьев Елеонской горы, шло на нужды святилища во времена Соломонова храма и храма Ирода, в котором Господь Иисус Христос был с апостолами и служил там. Им помазывали священников Ветхого Завета. Было масло, отделенное для Господа, которое наливали всем ветвей миноры. В каждом светильнике миноры в верхней части данного атрибута было 6 бутонов. Да, именно так, я не ошибся. В те времена в каждой ветке древней миноры было именно 6 бутонов. Итак, оливы — это важное дерево. Ну, а мы перейдем к 11 главе послания к римлянам. Мы обсуждаем пророчества. В 9 и 10 главах Павел рассказывал об отношениях Бога с Израилем, с иудейским народом. Павел напоминает читающему, «Я из колена Вениамина, еврей из племени Вениамина». Апостол заметил, «Я был фарисеем от фарисеев. Я знал закон, изучал Божье Слово до того, как Иисус Мессия стал моим Господом и Спасителем. Бог спас его». Итак, апостол Павел задает вопрос римлянам, «Разве Господь Бог оставил Свой народ?» А вот причина этого вопроса. Однажды возник конфликт относительно привития язычников к завету с Господом Богом. Часть иудеев посчитала, что только они имеют отношения к завету, и что Творец не привил язычников к договору со Вседержителем. Павел употребил слово «привитие». Часть язычников учила, что Бог окончательно оставил евреев и явил благодать только им. Были и иудеи, провозглашавшие, что язычники не будут в завете с Богом, пока они пройдут церемонию обрезания. Несколько тысячелетий назад Бог повелел Аврааму обрезаться и обрезать всех мальчиков, начиная с еврейских младенцев, восьмидневного возраста. Обрезание стало знаком вступления в завет с Богом. Павел, видя этот конфликт, описывает отношения Яхве со своим народом. Его отношения с неевреями римской ветви, состоящей из бывших язычников. Я сделаю парафраз некоторых стихов, а потом перейду к основному. И вот главная мысль. Есть два вида деревьев. Существует дикая маслина. Есть природное оливковое дерево. Сравнивая эти деревья в данной метафоре, Павел говорит, что природное оливковое дерево — это еврейский народ, и оно выросло в Иерусалиме. А еще есть другое. Дикое оливковое дерево. Мэтью Генри, Адам Кларк и другие комментаторы Священного Писания, жившие до нас, сказали об этом так. Дикая маслина, символизирующая язычников, всегда во все времена была бесплодной. И Господь вознамерился сделать так, чтобы дикая маслина, не приносящая ягод, была привита к природной, садовой маслине, чтобы первая дала плод. Павел начинает рассуждать об Израиле, природном семени Авраама, и о язычниках, пришедших к Господу, обратившихся и ставших духовным семенем Авраама. Есть два вида маслин. Я прошу внимательно следить за моей мыслью. Нам не понадобится это полено. С ним надо, кстати, обращаться очень аккуратно, ведь в нем есть фигурки. Задействую, пожалуй, другое. Итак, Павел сказал, есть два дерева. Давайте-ка это подвинем сюда, а возьму я другое. Так что же у нас происходит? Природное дерево символизирует евреев эпохи Павла. Его корнями является изначальная вера, вера Авраама, отца, патриарха нашей веры. Это дерево Израиль, дерево с сильными корнями. Однако, по его словам, были люди, иудеи, знавшие Господа, впавшие в неверие, которые не уверовали в Господа нашего и Иисуса как миссию, не поверили, что Он Спаситель. Таким образом, легендарный служитель и миссионер делает вывод. Премудрый Господь Бог не стал срубать дерево, но отрезал часть ветвей садовой с природной оливы. Затем, после отсечения неуверовавших, всемогущий, предусмотрительный и прозорливый Господь Бог привел ветки с дикой оливы к природной, к садовой маслине. Таким образом, люди, которые принадлежали Богу, евреи, впали в неверие. И когда это случилось, Бог отсек их ветви, но сберег их древесный корень. Господь взял бывших язычников из нееврейских народов. Эти люди познали Господа, и Он привел их к дереву Израиля. Если сейчас кто-то не поймет то, что мы скажем, мы все объясним. Они стали духовными евреями, духовным благословением Бога. Есть видимая сторона вопроса, а есть незримая, духовная. Павел сказал так. Ветви были отломлены из-за их неверия. И опять же, из-за неверия иудеев, вы, язычники, были привиты к завету Иисуса Христа, к искупительному завету Господа и Спасителя, потому что евреи не поверили. А теперь смотрите. Я прочитаю пару стихов и дам пророческое объяснение этого материала. Цитирую. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед отломленными ветвями. Если превозносишься, вспомни, не ты держишь корень, но он тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, то пощадит ли тебя? Но и те, если не прибудут в неверии, привьются. Ибо Бог силен опять привить их. А вот ключевой стих отрывка. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от Айнисей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». И вот, что я хочу сказать. Согласно Павлу, был остаток израилитян, спасенный по Божьей благодати и избранию Господа. Бог спас евреев. Несмотря на то, что большая часть евреев впала в неверие о том, что Иисус есть Мессия, Бог дозволил неевреям, язычникам, привиться к дереву, к завету с ним. Теперь послушайте меня внимательно, ведь это важное утверждение. Будьте осторожны, ведь если вы, язычники, впадете в неверие, то ваша ветвь будет сломлена. Бог силен снова привить природные, садовые ветки к маслению. Это очень впечатляющее утверждение и важное и мощное пророческое слово. Я верю, в Америке есть острая проблема. Америка — это нация. Хотите, верьте, хотите, нет, но это так. Америка — это нация, основанная на библейских принципах, утвержденная на ценностях иудейско-христианской веры, то есть на Писании. Поэтому наши главные документы, Конституция, Билля, Проваха и Декларация независимости были основаны, были утверждены на Библии. Президент Гарри Трумэн сказал, «В основе этих документов лежит книга Исаии, Псалтырь и Евангелие». Наши отцы-основатели были верующими, личностями, верящими Богу. Долгое время американцы верили Господу Богу. Однако настало время, когда мы впадаем в неверие. Мне страшно, потому что мы упразднили молитвы в школах, устранили чтение Библии в школе. Мы хотим избавиться от Рождества и всего, что связано с этим праздником. Кто-то ненавидит Рождество? Это ваше убеждение. Падшая цивилизация противостоит ценностям Господа Бога. Однажды языческие нации, вроде Америки, Великобритании или других стран, были государствами, где верили Писанию. Когда такая нация отворачивается от Господа Бога, тогда начинаются трудности, ведь мы впадаем в неверие. Когда мы впадаем в неверие, Бог отсекает ветви и прививает снова ветвь Авраама. Почему важно помнить об этом? Много лет назад наше служение приехало на Святую Землю. Мы побывали в Иордании. Увидели Петра. Помню, как однажды заприметил одного иудея, который уверовал в Иисуса Помазанника, о котором он почти ничего не знал. Если за год каялся хотя бы один еврей, это уже было чудом. Теперь, каждый Божий день, каждый Божий день, множество иудеев, множество евреев, исповедующих иудаизм, и знающих, что написано в Ветхом Завете, приходят к вере в Иисуса Помазанника, рожденного Девой Мории, к вере в то, что Он, обетованный, обещанный Богом Мессия. Я наблюдаю, многие люди каются, становятся верующими, и это исполнение библейского пророчества. Давайте я прочитаю вам это местописание. Тут сказано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о сей тайне, чтобы вы не мечтали о себе, что ослепление произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, потому что дары и звания Божии не приложены». И апостол Павел продолжает, «И тогда весь Израиль спасется». Итак, Господь Бог снова обращается к Своему изначальному народу, получившему Тору, закон и пророков. Он касается их сердец, смягчает их, дабы они приняли Евангелие Господа Иисуса. В итоге мы видим повторное привитие Божьего народа, природного семени Авраама к садовой маслине. «Я ликую», ведь Бог позволил язычникам стать сопричастниками Искупительного договора. Завета спасения через Мессию. Отношения с Иисусом начинаются не с принятия истины умом, но спасение приходит, когда верим от сердца и устами исповедуем его Богом. Искупительный завет с Богом — это не выдумка, а духовный незримый опыт. Это очень мощно. Если вы не в завете с Иисусом, то попросите Его войти в ваше сердце и простить вам все грехи. Сделайте это сейчас. Так вы избежите ада, и ваша судьба изменится навсегда. А теперь настало время особых объявлений и расписаний наших поездок. А посему не переключайтесь. Я желаю вам обильных Божьих благословений. Всем привет из моего офиса Международной библейской школы. Я хочу представить вам свои авторские комментарии к Ветхому Завету. Я готовил их на протяжении десяти лет, и вот я держу их в руках, и они уже в продаже. Вы можете уже сейчас их купить. Позвольте поделиться. Это результат 170 тысяч часов моего собственного изучения Писаний. Здесь собраны мои заметки за 45 лет. В этой Библии она напечатана в той же цветовой гамме, как и наш Новый Завет, черные чернила на зеленоватом фоне. Комментарии написаны снизу. Комментарии ко всему Ветхому Завету, ко всем 39 книгам. Также есть памятки и более подробные толкования в конце. Например, в разборе книги «Бытие» есть статьи «Иерусалим как центр Эдемского сада». Что насчет таких загадочных существ, как ангелы, исполины и злые духи? Все это есть в этой Библии. А кем был Мелхиседек? Когда мы написали комментарии к книге Иова, люди оставляли отзывы, что это одно из самых уникальных, подробных и интересных учений, которые они когда-либо встречали. Конечно же, мы воздаем славу Богу за это, что я предлагаю сейчас вам сделать. Так это заказать эту Библию, потому что наш тираж всего 39 тысяч штук. А это означает, что только первые 39 тысяч зрителей «Маннафест» успеют приобрести эту уникальную книгу. Еще раз, это 500 тысяч слов комментариев к Библии в переводе короля Иакова, напечатанные на качественной бумаге лучшими чернилами с красивой прошитой обложкой. Мы назвали эту книгу «Учение древнееврейских пророчеств Библии» «Перри Стоуна». Потому что центральным является разбор пророчества, а также вы найдете памятки с переводами древнееврейских слов. Номер заказа вы видите на экране, стоимость книги от 150 долларов. Поверьте, это совсем немного для такой ценной книги и многолетнего опыта, изложенного на ее странице. Вы останетесь довольны. Вы можете заказать книгу тремя способами. Не упустите свой шанс приобрести эту книгу. Когда я готовил этот комментарий к Ветхому Завету, то он дорого обошел сослужению. Мне пришлось уменьшить число экземпляров вдвое в сравнении с Новым Заветом. И они расходятся, как горячие пирожки. Я не хочу, чтобы вы опоздали и не получили свой экземпляр. Этот комментарий изменит вашу жизнь. Это библейская школа в одной книге. Все мои исследования Ветхого Завета собраны в этой Библии. Спасибо за ваши отзывы. Они прекрасны. Мы семь лет готовили его, и он готов. Оставайтесь с нами. Я буду в церкви Место Исцеления в Луизиане на трех служениях в воскресенье 1 сентября. Только один день. Мы будем в церкви Редланд в Эдвенсе, Северная Каролина. Я никогда не бывал там. Мы будем там с пятницы по воскресенье. Затем мы будем в церкви Community Family. Там будет одно служение в понедельник. Я хочу, чтобы в этой церкви собралось множество народа. Мы также возвращаемся в Храм Христа 14 и 15 сентября в Хантингтоне, Западной Вирджинии. Мы приняли это решение в последнюю минуту. Кроме того, мы хотим рассказать вам о свежих новостях, связанных с откровением от Господа, когда Он сказал нам идти на Запад. Мы побывали на Аляске, Рино, Неваде, Юте. Я проповедую уже 40 лет. 44 года, если учитывать мое первое послание. Но никогда не ощущал такого голода со стороны в Юте. Две с половиной тысячи человек зарегистрировались и пришли туда. Это редкость. Вы увидите фото. Сотни людей наполнились духом. Многие исцелились. Вернулись к Господу. Или впервые приняли Христа. Я хочу обратиться к тем, кто живет на Среднем Западе Соединенных Штатов Америки. Господь начинает обращаться к служителям, которые служили лишь на восточном побережье, чтобы они приезжали к вам. Если на то будет воля Божия, то в следующем году мы поедем в Монтану и Айдахо. Мы поедем к индейцам Навахо в Мексике, чтобы послужить и им. И мне нужна ваша помощь. Молитесь за западную часть США, чтобы там началось пробуждение. Я не имею в виду какое-то сезонное событие. Я говорю о том, чтобы люди остались пробужденными, следовали за Духом Святым. Я очень хочу, чтобы жители Запада Соединенных Штатов Америки знали, что Бог обратил наше сердце и Дух к Западу. Присоединяйтесь к нам по вторникам на служении в Центре Омега. В четверг у нас молитва. Я расскажу вам об этом позже. Увидимся на следующем выпуске.